Саммит в Хельсинки Редакционная статья LPS, Испания 18 июля 2018 года После своего европейского турня Дональд Трамп был предельно любезен с Владимиром Путиным. Перед этим он подверг критике Германию, отчитал союзников по НАТО за недостаточное отчисление на оборону и похвалил покинувшего свой пост Бориса Джонсона по сравнению с Терезой Мэй. Всегда внимательный к своим избирателям, президент США, возможно, на этот раз совершил ошибку, которая может ему дорого обойтись на родине. Потому что одно дело, отстаивать экономические интересы США, и совсем другое, пойти на поводу российского лидера, как бы от Меже вывысь от своей собственной администрации. Всего лишь за три дня до встречи с Путиным в Хельсинки спецпрокурор Роберт Мюллер, Роберт Муэллер, предъявил заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российской военной разведки в предполагаемом распространении похищенных материалов избирательного штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, что явилось вмешательством в ход избирательной кампании и привело к победе самого Трампа в 2016 году. Недовольство отношением хозяина Белого дома к Путину высказали не только демократы, но и республиканцы, посчитав это изменой родине. Объяснять плохие отношения глупостями, которые совершили сами США, и публично отрицать доказательства российского вмешательства в выборы, которыми располагает прокуратура, не только показывает недоверие Трампа по отношению к собственным госучреждениям. Помимо всего прочего, это еще и опасная игра, поскольку предпринимается попытка априори не допустить проведения любого расследования частоты избирательной кампании, основополагающего фактора любой демократии. Его уверенное заявление относительно того, что он победил на выборах без чьей-либо помощи, не стыкается с его ухищрениями, направленными на то, чтобы не допустить какое-либо расследование. Обвинение 12 граждан РФ в хакерских атаках в иные времена стало бы достаточным основанием для того, чтобы в последний момент отменить встречу в Хельсинки. Уже сам факт ее проведения стал успехом для российского лидера. Отсутствие каких-либо упреков в его адрес по сути дела означало его поддержку. Трамп пренебрежительно относится к Евросоюзу и его мягкой силе. Он развязал торговую войну со своими основными партнерами, вышел из договоренностей по климату Ирану, ради достижения которых столько усилий приложили европейские страны. Однако, как сам Трамп, так и Путин, похоже, договорились поддерживать напряженность, в том числе и в отношениях с Китаем. Тот факт, что оба лидера настойчиво подчеркивали, что США и Россия – две великие ядерные державы, опровергает их утверждение в заинтересованности сократить ядерное оружие. Вашингтон и Москва с подачей их лидеров, стремящихся к увеличению военных расходов, продолжили в Хельсинки линию, которая не сулит какой-либо разрядки в горячих точках планеты.